Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Какой же потрясающей выдалась неделя футбола! Что мы только не увидели! Шикарный матч, результаты абсолютно неожиданные и абсолютно по делу. Лига чемпионов, Лига Европы, Чемпионат России. А уже буквально через несколько дней наша сборная команда России будет играть в отборе Евро-2020. Обо всем об этом мы поговорим вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Евгением Ворольным, Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Я уверен абсолютно, что многие из нас помнят, знают результаты, которые состоялись. Ну а мы нашим телезрителям иногда будем подсказывать, что называется, какие же матчи были, как они закончились. И вообще, ближайшие 45 минут, телефоны вы видите на своих экранах, мы можем вместе в прямом эфире, в онлайн-вещании обсудить разные моменты. Что это? Как выступили наши команды в Лиге Европы? Как ушел главный тренер Спартака Кононов, главный тренер Динамо Хохлов? Ну и так далее, и так далее. Темы я вам уже набросал, поэтому следим за программой и участвуем в ней. Итак, друзья мои, давайте вспомним сразу Лига Чемпионов. В этом турнире более или менее для наших команд все складывается пока удачно. Ну и давайте посмотрим результаты, которые у нас были в Лиге Чемпионов. «Зенит» у себя дома обыграл «Бенфику» 3-1. Ну и «Локомотив», к сожалению, мы все переживали, все думали, что удастся хотя бы зацепить, что называется, ничейку. Но «Атлетика», конечно, это, на мой взгляд, одна из лучших европейских команд. Константин, прав я или не прав в этом вопросе? То, что «Атлетика» – одна из сильнейших команд Европы – абсолютно верно. Более того, команда играет с запасом. Если первый тайм еще было видно, что «Локомотив» хоть как-то обороняется и играет даже где-то плюс-минус на равных по опасным моментам, то второй тайм я, честно говоря, вот по трибунке понял, что главное не пропустить быстрый гол во втором тайме, чтобы вообще все планы «Локомотива» вниз не пошли. Забили быстрый гол и на классе забили еще один. «Локомотива», к сожалению, поменялась тактика по ходу игры. Там выбыл у нас полузащитник Жималеддинов, на его место вышел Игнатьев, защитник, потом неразмявшийся, и Дову. Ну, это, может быть, даже где-то прозвучат оговорки, но на самом деле «Атлетика» по классу сильнее команда, чем любая команда России. Ну, я соглашусь. Саш, мы говорили на прошлой передаче о том, что и ты, и все, кто болеет за «Локомотив», все-таки надеялось на ничью. А на чем строилась у тебя эта надежда? Потому что, ну реально, давайте будем реально, «Локомотив» слабее «Атлетика». Не, ну, строилась на том, что «Локомотив» до этого провел хороший очень матч, до этого. Ну, и все-таки европейские кубки, то есть команда должна, ну, все-таки собираться, то есть доказывать. Играть по-другому? Ну, во всех турнирах, то есть команда, да все команды играют по-другому. То есть, можно сказать, на ступеньку выше, чем, там, допустим, в своих чемпионатах. Ну, я надеялся на ничейку, я тогда говорил, хотя бы зацепить. Ну, не получилось так вот. Вроде стадион там, все, поддержка была хорошая, все. Ну, класс оказался сильнее. Да, класс. Класс оказался сильнее. По поводу стадиона Александр заметил. Как? Полная трибуна, да. Единственное, что вот большие у нас экраны, почему вот спрашивается, они все 30 тысяч, потому что вот реально там по 500 человек вот занимает огромные экраны, которые поставили, посмотрели на Краснодар. Так, стадион был битком. И, честно говоря, даже вот на матчах чемпионата России порой, скажем так, медленнее заходишь на стадион. Видимо, Локомотив сделал еще какую-то вот с прошлого года, значит, работу над ошибками. И многие болельщики прям встретили гимн Лиги чемпионов. Огромные плакаты, письмо известного футболиста в прошлом, да. В общем, очень красивый перф, поддержка, все здорово. И, честно говоря, несмотря, вот помните предыдущий опыт игры с Атлетико, когда команда в общей сложности проиграла 8-1. 8-1, да, да, да. Болельщик гнал команду и было видно, что, ну, Локомотив не отбывал номер в этой игре с Атлетико. Нет, 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 никто не говорит о том, что Локомотив... Класс реально сказался, да. Конечно. Жень, когда ЦСКА играл в Лиге чемпионов год назад, да, команда пошла на то, чтобы заявить... Удовлетворить все потребности трудящихся. Да, и заявили стадион Лужники, были, да, полный стадион был. Абсолютно полный стадион был. Да. Кость, на твой взгляд, почему Локомотив не пошел на это? Была информация перед основной жеребьевкой, что Локомотив может сыграть на Лужниках. Дождемся жеребьевки. Дождались жеребьевки, и сразу же после жеребьевки, значит, Кикнадзе сказал, вы знаете, все-таки решили играть в групповые матчи на домашнем стадионе. Потому что Локомотив, скорее всего бы, на мой взгляд, не собрал бы полные Лужники бы. Это, во-первых. Во-вторых, очень много было именно комментариев на форумах болельщиков, что Локомотив должен играть в родную, там, гавани, скажем так, и принимать. Локомотив все-таки и стадиончик побольше, чем у ЦСКА, мне кажется. Нет, нет. 30 тысяч Локомотива, 27 тысяч, а ЦСКА 30 тысяч, да? А, то есть даже вот так вот, да? Да, ЦСКА 30. 29 и 30 тысяч. Нет, нет, как бы просто для понимания, да. Да нет, нет, допустим, я, может быть, тоже бы пошел бы на матч с Ювентусом, да? Это Локомотив Ювентус, я тоже попал. На Локомотив, я думаю, не попал, это точно. ЦСКА собрал, собрал в прошлом году полные Лужники. Полные Лужники, да. Вот первый матч с Реалом был полностью. Стадион, скажем так, ну, грубо говоря, ну, процентов 98 был первый с Реалом, потом, наверное, процентов на 80 был Стадион забит и на 75. Это вот такая вот... Ну, с Викторией, по-моему, было все-таки... Ну, 70 где-то было. Да, зависит от команд. Я имею в виду 70 процентов. Конечно, зависит от команд. То есть, 55 тысяч где-то было на Викторию. Здесь вот просто, если говорить еще про пакеты, пакеты же продавались. И я, как владелец абонемента Локомотива, имел в первую очередь возможность выкупить два билета с 20-процентной скидкой, что очень мне понравилось. И было очень много ребят, болельщиков Локомотива, которые свои билеты перепродавали. Что бы творилось на Лужниках, наверное, там была бы вообще такая кабара с этими билетами. Да, там бы Борисовка все разрулилась. Зенит Бенфика. Тоже давайте затронем эту тему, потому что, ну, реально, Зенит сейчас и лидер в чемпионате, и в Лиге чемпионов, также выступает достаточно успешно. Вот, поэтому, конечно, не хочется терять позиции. Ну, и давайте посмотрим, каково турнирное положение наших двух команд после двух туров. Зенит идет на первом месте в своей группе. У них четыре очка после двух встреч. Леон, соответственно, также набрал четыре очка. Лейпциг и Бенфика. Смотрите, Зениту играть спаренную также игры с Лейпцигом. С Лейпцигом. Да, сейчас он играет дома. Как всегда, Зенит может с шестью очками выйти в следующий раунд. А если бы еще и победит Лейпциг у себя дома, будет семь. Но такое, наверное, бывает раз в жизни. Хотя надо признать, что и Лейпциг, и Бенфика, наверное, не самые, Сереж, да, соперники сильные. По крайней мере, дома с ними надо разбираться, да, и идти дальше. Ну, и давайте посмотрим Локомотив. Ситуация по очкам один в один, как и в группе G. Единственное, что только Ювентус и Атлетико набрали по четыре очка. А у Локомотива три. И Байер, соответственно, ноль очков. Друзья мои, а ведь ни для одной из команд Лига Чемпионов не закончилась после второго тура. Совершенно верно. И, честно сказать, Локомотив, на мой взгляд, как и Зенит в своей группе, выполнили уже задачу минимум. Четыре очка. Я просто помню, что ЦСКА, когда играл в Лиге Чемпионов, были сезоны. Там он по три-четыре очка своих браула. Со второго места выходил. Нет. А с третьего в Лиге Чемпионов играл три очка. С третьего в четыре, по-моему, да. Это ЦСКА выходил, по-моему. Зенит 7 набрал. Да, и 8 не будет. Ну, так бывает. Переходим к следующему турниру. Лига Европы. Ну, здесь я вам скажу, просто полный провал наших российских команд. Краснодар и ЦСКА. Помните, на прошлой передаче я решил выступить провидцем и сказать, что Краснодар и ЦСКА, скорее всего, чего уж там говорить, должны проходить. Должны выходить и так далее. Женя, а что сейчас ты скажешь после второй игры? А что скажешь? Ну, а прежде чем скажешь, давай посмотрим хотя бы и сами вспомним, и нашим болельщикам напомним. ЦСКА Испаньол 0-2, Краснодар Хитафи 1-2. Это дома проиграли испанским командам, которые занимают у себя в чемпионате 16-е и 18-е. Или 14-е и 17-е. Да, 14-е и 17-е. Это была не неделя Испании, скажем так, в России. Наоборот, неделя Испании в России. Неделя Испании в России, да. Три испанских клуба. Не, команда Испаньол понравилась, она именно играла вот как должна играть. А Лудогорец понравился? Лудогорец понравился, да. Испаньол понравился. Испаньол понравился. Там игра не осталась. Подожди, подожди, ваша команда, когда будет в Европе, тогда и будет что-то говорить. А пока я могу сказать что-то за команду. Это стойка европейская. Это стойка европейская здесь сидят, понимаешь? Ну, мы не привыкли вот, скажем так, молодым таким составом скрывать такие вот автобусы, которые играют от, скажем так, от защиты. Что я доказал матч, потом далее будем рассказывать с Ростовом. Испаньол, кстати, напомнил Испаньолу той самой давности, да, когда еще Карпин играл, по-моему, с мостовым вот в Испании. Вот Испаньол, я знаю, что я сказал. Но сейчас, конечно, Испаньол по меркам слабее, ну, проиграли. Да. Итак, что с ЦСКА? Последние, сколько там, четыре или пять матчей подряд, ЦСКА пять, по-моему, матчей... Четыре матча. Четыре матча. Чемпионате. А, это Спартак пять проиграл, а ЦСКА четыре подряд выиграл. И тут между этими матчами проходят матчи Лиги Европы, и ЦСКА оба матча проиграл. И не только ЦСКА проиграл оба матча, но и... А, да, Краснодар выиграл, извините. ЦСКА и Арсенал в этом сезоне не принесли ни одного очка в копилку России. Да. Да. Вот два клуба только у нас, из шести клубов выступали. Которые начали выступление. Пока ничего не принесли. Вот это обидно. Ну, Арсенал уже не принесет. Ну, Арсенал не принесет, а ЦСКА принесет. Не, ну, все равно шансы, что у Краснодарского ЦСКА остаются, побеждая в оставшихся матчах, и пожалуйста... Нет, мы все прекрасно понимаем, что еще впереди Ференцварыш. Два матча туда-сюда. Два матча туда-сюда. Но Ференцварыш все-таки, да? И, ну, все-таки... Жалко, что Лудогорец-то выиграл. А кто сильнее, Олег? Скажи мне, Ференцварыш или Лудогорец? Я думаю, Лудогорец сильнее, но даже в случае равенства очков у все равно Лудогорец будет впереди ЦСКА. Вот так вот. Ну, посмотрим. Игра между собой. Итак, что с ЦСКА? Не знаю, не знаю. Не могу сказать, что и тренерские ошибки, и кадровые ошибки. Ну, не кадровые ошибки, а кадровая, скажем так, нехватка игроков, которые могут нам усилить. Ты посмотри, вот мы играем матч, а нам усиление нападения неким поставить, неким усилиться. Мы играем в трех турнирах, понимаешь? А 14 людьми нельзя играть три турнира. Европа, чемпионат, Россия. А Газаев брал кубок. Ну, нет, ребята, ну, усиляйтесь. Не знаю, ну, есть же команда, не знаю, носороги, в конце концов, на Младарке есть. Согласен, согласен. Закоскин. Ну, а мы обязательно, мы обязательно. Надо усиляться. Из перегара кого-нибудь взять там, ребят. Из перегара взять, ребят. Из перегара. Конечно. Обязательно подтянем их, но только мы можем в транспортное окно. Зимой можем взять. Да, действительно. Ну, покажем, что можно сказать. Ну, не умеем мы вскрывать такие команды. Краснодар. Так это еще, Женя, я тебе скажу. Мне испанил играл в основном. Да, основной состав. А мы основной состав играли. Ну, как? Ну, как? У нас тоже травмировали. У нас защитники. То есть, если вы участвуете в ЦСКА, значит, это основной. А испанил, что не участвует, он у них не основной. Там было конкретно написано и в прессе, что испанил приезжает не основным составом. Ну, разбавлен. Там шесть человек, что ли? Разбавлен, да. Хорошо. Шесть человек нет. А представляешь, если... Ну, можно представить. Если в ЦСКА был бы основной состав с Загоевым и Щенниковым и так далее. Загоев уже год не играет. Ну, он игрок основной команды. Он игрок основы. Не, ну, вы ставку... ЦСКА делает ставку на молодежь изначально. Ну, по-другому, правда. А по-другому. Значит, вы, мы в этот... Играйте молодежь. Подождите. Все Ахметовы играли правильно? Все красавчики играли. У Краснодара по сравнению с ЦСКА четырех человек основы нет. Вот реально там Газинский, да, вот этот вот Вильема, еще Вратарь. Поэтому и Краснодар тоже проигрывает, да. Несмотря на то, что они... Кому проходили? Порту, да, в отборочном цикле. Команда, которая, ну, супер, класс в Португалии. Почему нет? Мне кажется, здесь не состав является. Испанский. Испанский. И здесь просто-напросто переход из российского чемпионата, там, где уже все, скажем так, давно известно, сразу же переключить вот этот в европейский цикл, почему-то у нашего тренерского штаба российского, очень сложно. В каком году ЦСКА обыграл Севилью в 1-8 финал Лиги чемпионата? Это когда еще Кейсу Кихонда, по-моему, играл в составе. Он изобил второй победный мяч. Прошу не выражаться. Действительно. Мы с испанскими командами, российские, играли раньше хорошо, да, на раз. И здесь только один, там, два максимум побеждают. Давайте, давайте посмотрим турнирную таблицу, которая также образовалась по итогам двух туров. И в ней мы увидим абсолютную зеркальную турнирную таблицу. Есть явный лидер Хитафи, набрал 6 очков. Базиль 4, Трамзон Спорт 1 и Краснодар, соответственно, 0. В такой группе, в такой группе, нет, ну, надо отдать должное. Хитафи, Базиль, ну... Ну, как Хитафи, опять же, мы говорим, возвращаешься к испанский чемпионат. Какое он занимает место? 14-е? Хорошо, ну, в прошлом чемпионате он в чемпионате в Испании... В прошлом Краснодар тоже был хороший. Базиль играет в Лиге Чемпионов постоянно. Да, Вазиль постоянно. Вспомни, он постоянно в групповой турнире. Мы тоже в Трамзоспором играли турецкие. А вот теперь посмотрим группу ЦСКА. Давайте посмотрим. Джупа... Джупа... Группа Аш. Группа Аш. Итак, Лудогорец. Я, если бы не жеребенка... Восьмикратный чемпион Болгарии. Если бы не жеребенка, я даже бы не вспомнил, что... Вспомнил, потому что в Болгарии... Испаньол, ну, да. На слуху была, да. Десятикратный чемпион Монголии. Вы что, блин, не знаете, что Лудогорец? Да, Ферен Сварыш. Ну, ладно, я просто давно живу, поэтому... Венгерский флот, да. Еще по соревнованиям... Венгерская народная республика. Да, да. И ЦСКА ноль. Ну, подожди, подожди. Полный ноль. Давай посмотрим. Подожди, по окончании. По окончании. С кем вы собираетесь бороться? С Ферен Сварышем. Давай сейчас... Если вредить чемпионов... Стоп. С Ферен Сварышем вы что, будете за третье место? Оно ничего не дает. Ну, подожди. Мы сейчас, если берем 6 очков... Так. У Ферен Сварышем. У нас остается-то всего набрать 6 очков. И все, и все. С кем? С узоворцем? Они ничего не наберут, да? Не Лудогорец, не эти... А Эспаньол? Ну, что ж... Нет, друзья мои, надо болеть. Нет, на самом деле мы и Реал обыгрывали там, в Мадриде, да? Ну, и не только в Мадриде. И не только в Мадриде. Поэтому, почему не обыграть Эспаньол там? Притом, у нее сейчас новый тренер, может быть, какие-нибудь... А в ЦСКА не планируется новый тренер? Нет, не планируется. По такой игре Европы. Почему? Почему не планируется? Почему вы так топите за Гончаренко? Вот что он реально за три года полноценных показал команде? Кроме того, что он полностью убрал всех ветеранов. Сергей, поддерживай. Да, что Гончаренко не тренер для ЦСКА. У Слуцкого за те годы, которые он говорил, там команда была. И Хонда играл, и Вагнер играл. Что ты рассказываешь? И братья играют. А чем сейчас хуже? Те же самые Чаловы. Ахмед Чалов лучше бомбардир. Ахмедов лучше молодой. Просто, я тебе говорю, мальчишка такой. Магнус, который Спартаков уже из школы вышел. А вы не представляете, нам начали не в тот футбол играть. Хорошо, Дивеев, который командует у нас защитой. 20 лет парню исполнилось вот на днях. А Карпов? Ну, Дивеев играл. Карпов, сколько ему? 17 лет он играет в Лиге Европы. Дивеев откуда пришел? А кем нам играть? У нас остальные все травмированы. А это, спасибо, скажите, чемпионату России. Где подкаты жесткие, все это, не караются. В Барселоне играет 16-летняя. Да, в атаке. Месси. Не Месси. Не Месси. И в основе уже. Да, в основе 16-летней. А скажи-ка, пожалуйста, сколько там? Винниус джуниор. А у нас что, у нас мало школ? У нас что, много школ хороших, профессиональных, которые... В Москве у тебя мало школ? Тебе рассказать про группированность? Про откаты, когда идут за того и нового игрока? Я не знаю. Чтобы выпустили со сна. А то мы только открыли, вторая передача, не надо. Подождите. Школа у нас полно. Про откаты. Только занимайся, вперед. Давайте так. Если мы про состав. Я вот просто открыл последний. Фернандес, один из лучших игроков. В принципе, за последний. Влашич, которого не рассмотрели. Не знаю почему. В Эвертой. Ахметов, я считаю, что... Ахметов ноль. Последнее время он играет ноль. Очень хороший игрок. Ну и лоль. Чалов. Чалов, да. Чалов тоже в этом году. Акинфеев тоже сам остается. Вот он единственный. Кучаев, Сигурцев. Так а почему они нулями стали, Жень? Почему они нулями стали? Ты говоришь, они ноль, они в сборную привлекают. Почему они нулями стали? Как говорится, когда играет человек, который приходит в футбол, есть синдром второго сезона. У нас у игроков, потому что у нас 90% игроков, играет второй сезон. Так они все практически в сборных играют. Или в молодежь, или в первый. Ну вот так играют они. Сборная России у вас, сборная играет половина состава. Акинфеев сам отказался, но тоже бы играл. Я бы запретил остальным участникам ЦСКА играть в сборной. Вот так вот. И все равно, это не доказывает тот факт, для чего вам дальше Гончаренко. Хорошо. Кто придет, будет играть с этим молодняком? Фуан де Рамос? Нет. А кто? Карпин? Бердыев. Какой Бердыев? Последний тренер Спартака. Бердыев. Конан. Что менять-то? Что тот-то завоевал Конан? А что Гончаренко показывает три сезона? А что Конан показывает? Нет, Конан, по крайней мере, завоевал в прошлом году. Просто Спартак, к сожалению. А давайте посмотрим. Крест, да, и средневский день. В прошлом году. Конан. Второе место. Поздравляем. Позволил или третий, по-моему, нет. Второй им Краснодар. Хорошо, давайте говорите Гончаренко. Когда Спартак обошли в последнем туре и Спартак лишился лиги чемпионов. Позволил или тренер Гончаренко. Позволил. Позволил. Ну, Конан. Ну и что ты предлагаешь? Поменять? Нет, я не говорю поменять. Подожди. А Гончаренко? Гончаренко, я перепуту. Гончаренко, конечно. Гончаренко становился чемпионом Беларуси. Он Баварию отделывал. Да в Баты там была единственная команда. Пример. Симак, который прошел школу Уфы. И тот же самый тренер Гончаренко. Друзья мои, носороги тоже миллион раз могут становиться чемпионом Володарки. Потому что там одна единственная команда. Команда. Ладно. Есть ошибки, конечно. Давайте посмотрим, что будет после третьего тура. Если Краснодар и ЦСКА вновь покажут нулевую игру и результат. Вот тогда, Евгений, держитесь, берегитесь. Не будет вам пощады ни от меня, ни от наших болельщиков. Они что в Еврокубке показали? Что с Ростовом показали? Да, да. Ростов это было последствия. Олег, а если говорить прямо. И ЦСКА, и Краснодару нужны в следующих турах только победы. 6 очков нужно. 6 очков. В зеркальных матчах должны быть 6 очков. Это однозначно. Менять тренера однозначно. Да мы уж поменяли. Ну что ж, мы сейчас об этом поговорим. У нас на очереди обсуждение чемпионата России. Состоялся 12-й тур. И давайте все-таки напомним себе и нашим телезрителям, каковы результаты. Уфа Ахмат 0-1. Ахмат поменял главного тренера. Ну и сразу первая выездная победа. Оренбург. Динамо 2-0. Оренбург становится... Как это назвать? Да. Снимает скальпы. Да. Убийцей тренеров. Тренеров. Победил Динамо 2-0. И отправили Хохлова в отставку. Ну а до этого Оренбург отправил в отставку главного тренера Спартака. А следующий раз у них скрыли советы. Тамбов 2-1. Рубин давно не выигрывал. Но тут у себя дома справился. Сочи-крылья. Такое дерби. Кто выйдет из зоны вылета. Урал-Зенит. Ну Урал последние две игры. Играл в СССР с Зенитом. Проиграл. И наверное все-таки по делу. Локомотив. Арсенал. Много было разговоров по этому матчу. Но Локомотив все равно сильнее. И по результату. И по игре. ЦСКА Ростов. Ростов раздел. Разул. Я не знаю. Все это можно применить. Красно-синих. Ну и Краснодар-Спартак. В какой-то степени наверное можно было бы считать главным матчем тура. Но ЦСКА Ростов я думаю все-таки поинтереснее смотрелся. И матч. И результат. По крайней мере для ростовской команды. Ну что ж. Давайте начнем. Сереж. Оренбург. Динамо. Москва. Действительно Оренбург. Такой становится командой снимателей скальпов. В прошлом сезоне ЦСКА обыграл. 3-2. 3-2. Потом Спартак обыграл. Сняли Конова. Теперь Динамо обыграл. Сняли Хохлова. Но ведь к этому все шло. Конечно. Шло давно. Понимаешь там по составу Динамо сильнее естественно Оренбурга. Так если взять на бумаги посмотреть. Так как Хохлов знал что его снимут. И он же в сентябре еще писал заявление. Его не отпустило руководство. Вот. Я скажу почему. Спартак тоже. Вот. И вот это плохо влияет и на команду и на самого тренера. Правильно. Потому что он приехал в Оренбург. Видно было когда он сидел у него с потухшими глазами. Тут еще Юсупов получает. Вторую желтую удаляются. Команда остается в меньшинстве. И уже начинает все сыпаться. По делу уже. Да. По делу. И тем более состав он немножко перетряхнул. Но не помогло ему ничего. Хохлову. И он уже знал что уйдет. И команда проиграла. Теперь будем ждать нового тренера. Пока будет руководить Кирилл Новиков. Тренер молодежной команды. Будет и там и там. Это сын бывшего легендарного защитника. Автогена по кличке. Динамо. У меня такой вопрос. Как вы определяете. Вот ты говоришь. Динамо на бумаге сильней. Вот как. Я лично не понимаю. По игрокам и по деньгам. Я тебе объясню Саш. Там один этот стоит сколько. Немец у нас. Максимилиан. Я так понимаю по деньгам. Да. За сколько купили. Значит то есть игрок. Они считают. Это руководство считает. Ты понимаешь. Они покупают как. Им сказал Хохлов. Мне нужно значит это. Он поменял понимаешь всю стратегию. Если в прошлом году. Хотя бы центр полузащиты. Как то. Да. Они играли больше от обороны. ТТХ сам БСО. Но они хотя бы сдерживали. Как то немножко был порядок. И в обороне. И в полузащите. То здесь. Поменяв практически весь центр. Взяв Юсупова. И это. То есть я понял. То есть. По деньгам. Конечно. То есть. Если у кого контракт там. Или денег стоит больше. Значит он супер. Ну. Спонсоры выделили. Там. Около 40 миллионов. Ладно. Ну как. Ну как. Смотри. Сильнее Металлург или Агрокомплекс. Да. Металлург. Нет. На каком праве. Потому что что. Металлург зарплата больше. По именам же тоже посильнее. Правильно. По игрокам. Потому что просто профессионально. Они более мастеровитые игроки. Вот и все. Поэтому мы любим эту игру футбол. Но в Оренбурге. Я скажу. Олег. Заключение. В Оренбурге конечно тренер. Это тренерская команда. Я сколько раз говорил. Вот есть у нас тренерские команды. Как Локомотив допустим. Команда Сёмина. Действительно. Там от него много очень зависит. Так же. Опять же. К Спартаку. Как ты говоришь. 10 процентов. То есть Оренбург. То же самое. Команда. Чисто. Урал. То же самое. Команда Парфенова. Парфенов брал. Стосман кубок взял. Урал тащит до сих пор. Но тоже не скажешь. Там какие-то звезды. Там по гребняку сколько. 36 или 37 лет. А он сейчас в кубке забивает. Да. Так что. Тут понимаешь. Дело в тренере. Я давно говорил. Но. Какую ошибку совершил Спартак и Динамо. Они. Понадеялись. Хотя бы. Если не получится. До зимы. Эти тренеры дотянут. Но они не потянули. Начались поражения у Спартака. Четыре поражения. И у Динамо тоже. Пять уже. Пять поражений с этим тренером. К этому мы сейчас в момент еще перейдем. Да. И команды не подготовились. У них не было никого в Западе. Ни у Федуна. Ни у наших руководителей. Не было никого. Кто мог. А помните. А помните. Пару-тройку лет назад. Я говорил. Что Барселону. Ну. Самонадеянно. Естественно. Говорил. Что Барселону. Наверное. И я могу тренировать. Вспоминая. Каков состав там был. А. По факту нет. А что Динамо. С таким составом нельзя натренировать. Вот. Мы не. Например. Вот. Женя сейчас жаловался. Некого выпустить. А у Динамо. На данный момент. Они накупили. У них два состава. Вот. Я посмотрел. Запасных. Ёлки-палки. Тот же Лещук. Который сидит. Он сыграл четыре матча. Перед этим. Начиная от вратаря. И кончая остальными. Там посмотри. Сидят. Весь состав. Который. Выпускай. Ради Бога. Они будут играть. Тот же Рыков. Ордец. Игрок Донецка. Ну, не надо. Рыков 31. За 30. Конечно. Конечно. Ладно. Я понял. Услышал. К сожалению. Динамо. Не справляется. Третий сезон подряд. С давлением. Я не знаю. Я даже. Причем давления как такового нет. Ни болельщицкого. Ни результата. Чтобы можно было говорить о том, что все ждут золото. Или там лиги чемпионов. А Динамо где-то внизу. У Смая. Смая началась смена владельцев. Владелец поменялся. Теперь. Они говорят. Закупили игроков. Их надо. Чтобы они сыгрались. Понимаешь. У Спартака такая же ситуация. Тоже. Какая у Спартака ситуация. Тоже закупили игроков они. Тоже самое они не сыгранные игроки. Посмотри. Может тренер виноват. Как вы говорите. И тренер тоже виноват. Согласен. То есть тренер виноват. У ЦСКА. А у вас значит. Нет. У Динамо виноват. Я начал с этого. Жень ты не слушал меня. Первый я поставил тренер. Хорошо. То есть Хохлов он не тянет. А что Хохлов выиграл кстати. А я думаю знаешь что может быть. Что в Кубанию играл. В другую команду. А кто тренировал молодежку. Молодежку да. Хохлов тренировал. Ну там был у него хороший помощник. Это человек системы. А сколько раз Хохлов приводил Динамо к чемпионству. Молодую. Молодую. Два раза. Но у него. Я тебе скажу почему. У него был очень хороший второй тренер Чикишев. Как сейчас у команд которые впереди. Вот Локомотив возьми. Там Сёмин. Но у него хорошие помощники. Там и Ласьков и Пашинин. Которые могут это. И с командой заниматься. Да. Там же не только Сёмин. Постоянно с ними. Понятно эти игроки тоже. Тренеры. Вернее занимаются с ними. За сколько Филиппа взяли. Ты помнишь Динамо. Ну почти 20 миллионов. 20 миллионов. В прошлом сезоне гол он забил в чемпионате. И гол в кубке Германии. Да. 20 миллионов. За эти деньги можно взять более качественные игрока. Друзья мои. Он стоит. Ну естественно не стоит. Чтобы десятку и десятка пошла. А что Хохлов не виноват. То есть ему приводят. Прошу прощения. Если Сёмин сказал что мне не надо кого-то привезли. Ну сейчас он включал в состав игрока. То почему Хохлов не сказал. Мне не нужен такой игрок. Мне нужен другой. А как же тогда деньги зарабатывать? Я почему задал этот вопрос. Потому что вот вышла колонка моего друга агента. Который по Франции специализируется. Он предлагал очень хороших игроков. В том числе и Динамо. Да. Из Монпелье. Анди Делор. 27-летний Хаббе. Который разрывает в пух и прах. Его просто-напросто он уже готов был. Уже подписывал. Но не состоялся этот трансфер. Подписали вот именно этого Филиппа за 20 миллионов. Марсель, ты слышал, как болельщики благодарили Динамо? Мне кажется, что Франция бы прижила. Что забрали. Да. Клинтон Джи. Который по воротам не попадает. Который набирает скорость огромную. А то, что сделает с мячом, не знает. Слава Богу, вы купили у нас этого Клинтона Джи. Они прислали болельщикам это сообщение. Ну что ж. Будем надеяться. Я не знаю, я уже какой год говорю. Будем надеяться, что ситуация в Динамо выправится. И команда уже действительно будет находиться на своем заслуженном месте. Чего, наверное, не скажешь о Спартаке. Действительно, в Спартаке совсем другая история. Потому что от Спартака всегда ждут побед, побед и еще раз побед. Лига чемпионов и все остальное. Та же самая история. Нет. А что сейчас происходит в Спартаке. У них уже были такие провалы. Мы прекрасно помним. Но пять поражений подряд. Последний раз Спартак проигрывал более пяти раз. Шесть. В сорок пятом году. В сорок пятом году, друзья мои. Мы еще побьем рекорды. В сорок пятом году. Можете себе представить. Шесть раз проигрывал. В сорок пятом. В сорок пятом вычитали историю и все-таки нашли. Олег Александрович нашел. Но я любитель статистики, поэтому не мудрено. Ну давайте, Александр Алексеевич. Расскажите нам за Спартак, что было сделано не так. Почему проигрывает Спартак? Что вам рассказать? То же самое. Игра с Краснодаром. Да. Что показала эта игра? Во-первых. Игра была. Сами смотрели. Игра вам понравилась. То есть нормально. Игра. Играли все. Старались. Ребята бились. Нападающих не было. Бились. Тем более без тренера. То есть. Не. Ну тренера было. Помощник. Который остался. Он же в команде. Он же не просто пришел такой. Здрасте. Все? Не. Не все. Не все. Ну получилось. То есть. Второй. Практически Краснодар. Спартак. В этот. Давил. Краснодар вообще. Во втором тайме вообще ничего не показал. Согласен. Вообще ничего не показал. Вот два нелепых вот этих гола в начале игры. Которые пропустил Спартак. То есть. Мое мнение. Первый гол. Виноват вратарь. Не вышел. Да. Не вышел. То есть. Игра была вот. Штрафной площади. То есть. Он должен был снимать. Мяч там. Ну. Ну понятно. Он стоял. Понятно. Поставили его. То есть. У него игровой практики мало. То есть. Он там пару игр в задубль сыграл. Максименко убрали. Поставили. Реброва. Реброва. Да. Реброва. Реброва. Циклом. Не может обыграть команду. Которая играет. Уже. Уставший. Четвертую игру. Пятую игру за месяц. За месяц. Шестую. Что я говорю. Шестую. Не. Почему он не может обыграть. Это говорит о том. Что Спартак слабый сейчас. Настолько слабый. Ну не слабейцы СК. Я вам скажу. Да. Не слабейцы СК. Жень. Ты знаешь. Мне игра с Ростовым понравилась. Мы чуть позже посмотрим турнирную таблицу. А пока. Да. У меня есть некоторые факты. Я когда увидел. Ну то что новый тренер. Все это понятно. Четыре игрока основного состава. Бакаев, Гулиев, Тиль. И Максименко. И в том числе Понце. Сразу же не в старте. Сразу же не в старте. Полностью кардинально меняется состав. Против того Краснодара. Который наигран был. Из матча в матч. Друзья мои. Вы действительно считаете. Что Гулиев и Бакаев. Это игроки. Которые спасают Спартак. И не попадание их в главу. В стартовый состав. Это. Я не знаю что. Дзюба. Месси убрали. Да. Месси убрали. Да. Фернандес для ЦСКА. Я Олега сейчас поддержу. Вот Олег совершенно прав. Он в точку ударил. Смотри. Спартак в прошлом году и позапрошлом году. Кто определял игру Спартака? Вот определяющие игроки. Кто был? Глушаков. Да. Глушаков. Промес и Зе Луиш. Правильно? Их нет в команде. Адриану. Фернандову. А кого купили? Кого они взяли? Ну, немцы чемпионаты. Гулиевы. Кто там еще? Грахаевы. Чеха. Тили. Тюрли. Шурли. И Ларсон. Японцы. Замена неравноценная. То есть, они еще либо они... И даже при этом, я вот к чему говорю. И даже при этом, они все равно ковыркают и ищут какой-то состав на матч с Краснодаром. Ну, сыграете вы с теми, с кем вы уже играете. Кость, зачем? С кем вы подали Рейнбургу? Ты знаешь, с Багаевым, который сборник. И с тем же самым Гулиевым, который хороший играл. А ты не думаешь, что если бы они играли тем составом, то они от Краснодара получили линию? И Максимиличенко. И Максимиличенко, который не в составе, не получили. И забей Краснодар в первом треху. Извиняюсь за мой французский. А это у них такие возможности были. И все. И хранили бы Спартак 5-6-7-0. Посмотри, сейчас в Аяксе что-то промес творит. В Аяксе забивает в каждом матче. Ребят, сейчас лидируют команды, в которых есть определяющие атаку игроки. Да. Игроки, которые тащат атаку на себе. В Спартаке, в Динамо их нет. И в Циска. В Циска сейчас проблема тоже с этим. Видишь, Чалов немножко подсел. И все. Атаковать некому. Забивать некому. Понимаешь? А команды, которые наверху, там есть. Возьмем Зенит. Дзюба. Азмун. Все. Они разносят всех. Они тащат на себе. Локомотив тот же самый. Да. Тоже игроки, которые определяют атаку. Ну, ЭДР, Смолов, Мирунчуки и так далее. Те же Мирунчуки. Да. Взять же обратно. Так же в Краснодаре. Вот если они были здоровы. Костя сказал. Четыре игрока травмированы. Тоже там есть игроки. Но вообще Краснодар любят. Газинский. Классно. Бельена. Они заточены под атаку. Согласен. У Мирунчука. Больше потери в составе. Чем у Спартака. Чем у Спартака. Да, да, да. Единственное у Спартака. Но вернемся к этому. Классно определяющий игрок в нападении. Газинский. Центрополе определяющий игрок. Саша со мной согласился, что ушли игроки более классные. Ушли? Ну как. Их продали. Ну согласен. Какая разница. Поменяли. Можно так сказать. Они заработали деньги. Продали. Трохнадарь. Пирейро. И поэтому проблемы у Спартака начались. Они не могут. Видишь? Продали трех нападающих. Да. А при никакой с чем. Классно дали. Забивать некому. А сейчас некому забивать. В нападении играть. Матч последний. Кто там в атаке играл? В атаке играл. А что сейчас жалы? Жик. Мы продали трех нападающих. И что. Ну вот. Рассчитывали на. Как говорите. На Жико. На Жико. В составе. У них Жико. Яврый бомбардировый. В составе выходит Ананидзе, который, вообще я не знаю, уже все там в Спартаке, ну постоянно он, да, там на заменку, это уже лет 8 лет, он в стартовый состав, он не попадает, он выходит, в стартовый состав его ставят. Ну что, понимаешь, я хочу тебе сказать, что вы хотя бы попробовали поэкспериментировать, в отношении, если мы перейдем в ЦСКА, то наш тренер выставил точно такой же став, как и играл, хотя он не должен был это делать. Против ЦСКА Спартак сыграл, мы вместе, кстати, смотрели, смотрели вместе, забыли? Если мы сейчас сыграли бы, я тебе говорю, чтобы мы обыграли в Спартак 4-0, даже бы в одну калитку бы играли. И еще ключевая потеря по сравнению с Краснодаром, это защитник, вот связка, Джекиа-Жиго, да, вы реально неспроста говорили в начале сезона, что наконец-то у Спартака появились сильные центральные защитники. Выходит Кутепов, который давно не играл, и Джекиа, который ударяется. Боже мой, не говорите мне про Кутепу, он в маске был, правильно, не видел ничего, не говорите. И честно говоря, мне кажется, что все-таки Ребров на такую игру сразу же с Краснодаром выходить, по крайней мере, опасно было, выпускать тренированного официальными матчами футболиста. Согласен. Давайте перейдем к матчу ЦСКА Ростов, хотя, в принципе, о ЦСКА и его состоянии команды мы посредством Лиги Европы уже успели поговорить, Но тем не менее, Ростов сейчас великолепен. Карпин создал хорошую, боеспособную единицу чемпионата России. Почему он не прижился в Спартаке? Ну, это отдельный, наверное, разговор. Кстати говоря, могу ошибиться, но, по-моему, в России, в российский период, я люблю свою любимую статистику, по-моему, чуть ли не 17 тренеров сменилось в Спартаке. Ну, больше всех ты говорил, да, вроде? Ты говорил больше всех. Правильно, потому что команда народная ищет. Ищет из народа людей. Из народа людей, понимаешь? Карьера уже народная. Карьера уже всю жизнь. Из Владарки привезли. 17 тренеров сменилось у Спартака. Ну, видите, значит, такая политика в руководство. Олег, наверняка другие команды не считают. Давайте про ЦСКА. Жень, что это было? Это был второй матч с Испандилом. Волшебный пиндель получили. На самом деле, я не могу сказать, что команда ЦСКА прям играла из рук вон плохо. Я соглашусь. Да, команда играла нормально. И хочу тебе заметить, что все-таки Карпет действительно на сегодняшний момент является, наверное, тренером, который умеет смотреть матчи, подсматривать. Команда Ростов сыграла один в один, как сыграл Испаньол. Один в один. Только наш тренер почему-то не сделал замены и не делал работу над ошибками. Почему не выпускает? Я тоже не знаю, почему он видит, что ошибается Ахметов, что не выходят они. Они убирают только во втором тайме Гогуа, который играл еще одного центрального защитника, для того, чтобы начать играть после 2-0, начинать играть 4-4-2. Почему это сразу нельзя было сделать? Почему в 3-х защитников играет ЦСКА? Я не могу понять, что это дома. Я думаю, что это часть тренерской ошибки Гогуа с его ростом. Он мог бы помочь в стандартах. Почему не заменить Шарли, допустим? Но почему ЦСКА не делал угловые? А что такое угловые? Это нападение. А нападений нету. Ты понимаешь, когда ты смотришь... Делай специально угловые. Прибегай к угловому флешку и делай угловые. Ты не дойдешь до туда, потому что там стоит... Если раньше был Бердыевский автобус, то сейчас Карпинский автобус. Когда ты смотришь по телевизору, ты видишь, как двигаются игроки по футбольному полю. Ты видишь, как двигаются... Карпинский автобус 3-1 выиграл ЦСКА. Какой автобус? Какой автобус? Вы просто, братцы, либо не смотрели матч, либо что? То есть, грубо говоря, в нападение уходит. Нападение уходит, подождите. Это 3-1, это еще хорошо. Там что-то 5-8 должно. Согласен с тобой полностью, благодаря Кенфееву. А вот если бы все 08-1, что бы ты говорил? Автобус. Хорошо. Первый мяч забили со стандарта, и два мяча забили в контратаке. Все остальное время. А теперь процент владения мячом. Что такое процент владения мячом? Это ничего. Это ничего для общей картины. Ростов мяч не держал. Он и не нужен был. Только оборонялся. И сколько на контратаках еще Ростов? Это другой разговор. Тридцать четыре. Сколько он мог забить на контратаке, если бы не Акинфеев? Так мы про это и говорим. И в чем прелести Ростова? А теперь вторая часть марризонского балета. Есть кому забивать у Ростова. Согласен. Опять же нападение, что делал Байрамян, Ионов, Шамадуров. Если бы сыграл бы Гончаренко в другой футбол и выставил бы в другой состав, может быть, поставив, заменив Ахметова и того самого. У нас есть Биол, который может замечательно сыграть опорника. Нет, я говорю, в нападении есть кто-нибудь? В нападении есть у нас Сантос. Вы не могли пройти, я согласен, Олег, частью согласен. По 8 человек стояли, армейцы не могли пройти эту стену, потому что ничего не могли сделать. К сожалению, сколько у нас остается времени? Не было вагринвала. Буквально одна минутка. Давайте посмотрим турнирную таблицу. А Локомотив? Локомотив победит. Да, ну уже поздно. Локомотив мы видим. Что обсуждают? Первое место после 12 туров. И уникальная ситуация. Четыре команды имеют по 26 очков. Локомотив, Ростов, Краснодар, Зенит. ЦСКА отстает на одно очко, занимая пятое место. Ну и вторую часть турнирной таблицы. Там у нас и Сочи, и Тамбов, и Спартак, и Динамо, Рубин. По крайней мере, смотрите, три чемпиона. По крайней мере, весело. Три чемпиона, да, у нас во второй части турнирной таблицы. Ну и, друзья мои, 10-го, сейчас команды разошлись на перерыв для сборных. Ну и давайте еще раз напомним, что 10-го октября мы играем с Шотландией, и 13-го октября мы играем с Кипром. Официально, что нашей сборной достаточно набрать во всех матчах, не только в этих двух, а во всех матчах осталось набрать 4 очка, и мы попадаем на Евро 2020. Ну, как говорится, может быть, на этой неделе мы уже и оформим выход на европейский турнир. Спасибо, говорю я вам за то, что пришли, вам за то, что смотрели, ну и, как говорится, болеем за своих. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok